Субтитры сделал DimaTorzok В смысле? В смысле? Ты пока купался, Николаич к нам пришёл. Там у него лензь в номере храпит, он решил нас спастить. Прилёг на твою кровать и прикималил. А тут Дима со своими пионерскими фантазиями в темноте не разобрался и решил, что это ты. Что? Он велосипед Николаич сделал. Какой велосипед? Бубашку на ногах между пальцем вставил и поджёг, скотина. Я пошутил. Вот тебе, пионер, всем ребятам пример? Ну я перепутал. Вот тебе, пионерские зорьки? Ай, пусти. Вот тебе, зверьте с кострами? Николаич, перепутал я. Вот тебе, сиренок. Век бы смотрел, не надоело бы. Так, как старший по должности, предлагаю... Прократить? Повторять эту процедуру ежедневно. Ладно, ступай, весельча хренов. Сволочи! Я у всех поодиночке и тебя водила, хренов! Так, ребята, а ну-ка взяли. Э-э, 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 э-э! Э-э-э, э-э, 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 э-э-э, э-э-э-э, э-э-э, э-ээ, э-э-э-ээ! По мотивам старой книжки Новый сон и сон давнишний Дым и порох это слишком, если одиноко Переживали без повода И улетали из города От дыма и пороха кружилась голова Проказы хмеля и солода И мы летали над городом И улетали из города на острова Вперед! 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 Упустите! И раз, и два, и три Ну все, пошли Козлы, сволочи Да засунь ты свое ссори Знаешь куда? В задницу Понял? Фу, чучело ты распрохленовая Как больно ты, господи! Русский! Да русский я! Русский! Привязался ты, японский бог! Нет японца, нет! Китайца! Китайца, чайно! Поздравляю тебя, китайца, чайно! Давай топай, вон пуховики тебя скучают! Стой русский, стой русский, что говори, что говори обидно? Чего тебе сказать-то, а? Еще раз, обидно, когда были больно Ну на хрена тебе это надо? Обидно, слушай, хорошо, слушай Тьфу, да пошел ты, козлы какие, уроды вонючие, а китайца, китайца Кто засказал? Угу… 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 Ах, извините, можно за вами поухаживать? Вам чего положить? Мне вон салатику. Салатику? Давно отдыхаете? Почти две недели. А я вас вчера еще видел. Руслан. Очень приятно. Роза Львовна. Можно просто Роза. Роза, Роза. Восхитительное имя. Специально, как будто бы для вас. А может быть, еще что-нибудь? Нет, спасибо. Угощайтесь. Я на диете. А я что захвыщусь с Розой Львовной? Все пугаю, летят на юг. Гриша Стас, наши менеджеры. Василий Николаевич наш шофер. И бухгалтер Крилл Генрихович. А вон там Наташа. Она директором будет. Да. Так нынешний директор решил. А рядом с ней Андрюша, наш курьер. А что с ним за дама сидит? Да вы что? Это же Лаврова. Лаврова? Лаврова. Что-то знакомое. Ну да. Детективщица. Не читали? И сериал не смотрели. Пропавший труд. Да вы что? Я просто оторваться не могла. Сидела и не отрывалась. И не отрывалась. А она что, тоже сотрудница вашей фирмы? Да нет, что вы. Она просто Андрюшина знакомая. Ничего себе курьер. А дамочка-то, видно, не бедная. Ну так, миллионные тиражи. Каким способом сегодня будете коллектив сколачивать? У нас сегодня выходной. Правда, Наталья Юрьевна? Да. Тоборчок приказал отдыхать. Ну может и правильно. Народ же должен расслабиться. Ну что, щенки, попались? Сейчас я вас обоих. Спрятались за дяденьку, да? Но вы у меня еще попляшете. И на тебя, Николаевич. У меня тоже кое-что найдется. Да. Одну минуту, извините, пожалуйста. Поклонник. Да, с первого взгляда. Давайте. Что? Ну, на чем расписываться? Листок, блокнот, книга? Где? Да нет, не надо ни на чем расписываться. Я не люблю детективы. Так. Я просто услышал, что здесь отдыхает знаменитая писательница. Ну, вы совсем не похожи на писательницу. Я никак не думал, что это вы. Они все грымзы, серые мыши, уродины, которые строчат всякую чепуху из-за своей женской неустроенности. Пропуск. Что? Пропустил про бездарность. Когда говорил про писательницу, нужно было добавить, что по сравнению со мной они все бездарности. Ну, да, конечно. По сравнению с вами они полные бездарности. А вы такая блистательная и элегантная. Я вообще сначала подумал, что вы актриса или фотомодель. Да и думаю, позвоню Андрону или Славику, спрошу у них, что... Стоп. Насчет Андрона, кажется, поняла. А Славик кто? Зайцев. Ну, понятно, чего хочешь. Ну, я просто подумал, что такая женщина, как вы, не должны быть одна. Вы должны быть окружены роскошью и поэзией. Понятно. Пошли. Куда? В постель. Или сначала стихи под луной почитаешь. Ну, зачем же стихи? Можно и сразу. Во! Видел? Видел, я спрашиваю. Видел. Все понял. Не слышу. Все понял. Все. Умница. В следующий раз, когда решишь ко мне подкатывать, позвони сначала Коле. А Коля это кто? Николай Васильевич. Склифосовский. Так он же умер. Прикинь. Облом, брат? Эх, поторопился. Не тут образ. Это точно. Ладно, а чать-то как будто с голодного края. Только приехал и на первую встречу. Ты не торопись, походи, присмотрись. Тут их много. Этих самых образов. Да я не в том образе. Ладно, поступим иначе. Здорово, пришли. Нет, пришли. Я Луи. Ну, Луи. Да ладно, мне один хрен. Один хрен? Это обидно? Да это еще ласково. Мне надо обидно. Все языки знаю обидно. Английский язык знаю обидно. Сан овбит. Испанский знаю, японский знаю, немецкий. Ой, хорошо. Много обидно. Русский язык. А что, русский не знаешь? Знаю. Мало знаю. Пальцовый язык. Много обидно. Это точно. А тебе зачем? Коллекционируешь, что ли? Нет. Я ездить в весь мир. Бизнес. На улице у нас много обидно говорят. Нет гармонии. Нельзя. Обидно говорят. Надо. Так. Так боссы не говорят. Понял. Андестенд. Слышь, это. Как тебе там? Лули. Ну да. Ну, лули так лули. Это, слышь, I have to предложение. Ченч, обмен. Да? Я тебе много русских обидных словах. Много. А ты мне вот это вот. Вот это. Хо! Колосон. Колосон. Ну, че, начнем? О, Господи. Попоростите, пожалуйста. Я не знал, что вы здесь. Я, извините, я уже ухожу. Извините, пожалуйста. А может быть, я подстучался в первый попавшийся номер. Я хотел только... Чего тебе, горемыка? Еще раз простите, ради бога. Но у вас не найдется нитки с иголкой. А то... Вот. Ах, какой конфуз. Широко шагать любишь. Я подстучал в первый попавшийся номер, а тут вы. Ну что ж, изобретательно. Заходи. Давай. Петь. 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 Не так. Девчонка, лука. Больно-то, а? Лука надо так. Так. Бей. Лепкий палец. Воздуху нету, пусто. Ты чего? Вот так. Понял? Ясно? Понял я. Понял. Теперь кулак вот здесь. Как говорят у русских? Как говорят? Задница. Ну, бедро, бедро. Бедро. Один куляк, бедро. Один куляк, сюда. Бить. Да что ты кулак кулак заладил? Ты мне покажи, как быстро с этими двумя-тремя справиться. Нахрена мне твой кулак, чудила? Цудила? Цудила обидно? Подожди, записать буду. Я тебя потом все по факту вывалю. Я тебя столько обидного наговорю, в мешке не унесешь. Ты давай дальше показывай. Хорошо, цудила. Сам ты цудила. Вот ты лежишь, а меня сейчас чуть невинности не лишили. Ужасно. И кто это сделал, я набью ему морду. Помнишь, то чудо в перьях? В столовой. Ну, не помню. Угу. Ох, Андрюша, зря ты так пренебрежительно. С подходцем, дон Жуанчик, с выдумкой. Угу. Представляешь, штанишки нагрузки порвал и думал, что мое женское сердце от такой трогательности растает. А оно? Растаяло. Только у меня ведь иголки с ниткой нет, зато есть степлер. Ты умеешь зашивать штаны степлером? Оказывается, это очень просто. Точно так же, как с бумагой. Ткань внахлёст, степлер раз и... Но предупреждаю, если ты когда-нибудь будешь свои штаны степлером чинить, не забудь предварительно себя из этих штанов вынуть. Так, а ты сегодня этого не сделала, да? Не-а. Ой, наверное, это очень больно. Судя по воплю, да. Наталья Юрьевна, все купаются, загорают, а вы... Ага. Я к завтрашнему тимбилдингу готовлюсь. И себя мучите нас. Пошли бы на пляж, позагорали, в бар сходили, поразвлекались. О, не, ничего страшного, я потом прогуляюсь. Вы знаете, я за завтраком с таким мужчиной познакомилась. Да? Красивый, вежливый, обходительный. Розу мне подарил, вот. Поздравляю. Да что вы, это совсем другое. Он женщинами совсем не интересуется. Да. Надо наших мужчин предупредить, а то лучше пускай будут поосторожнее. Ну нет, ну не в этом смысле. Ну, просто у него такая трагедия произошла, такая драма. Вы знаете, он рассказывал, я рыдала, как в кино. Такое пережил человек. Вы даже себе не представляете. Он в Москве полюбил одну женщину. Хай. Здравствуйте. Ну, как солнышко? Печет. А можно мне тут расположиться? Конечно, располагайтесь. Слушай, а давай на ты. Давай. Может, коктейль? Мне? Спасибо. Опять это гламурненькое чмо нарисовалось. Ты про кого? Молоденькую клеит. Видно специально, чтобы меня уязвить. Удается? Уязвить? Склеить. А то. Млеет барышня. Ну и чего втирает? Одиноко, говорит. Устал, говорит. От холодных бездушных женщин. Любви, говорит, хочется. И нежности. А женщинам сейчас нужно только одного. Деньги, деньги. И ничего, кроме денег. Достало. Ты не представляешь, как меня это достало. Брось ты, не грузись. Да, женщины, ну не все же такие. Многим женщинам любви надо. А мужчины, ты знаешь, они, им только одного и давали. Вот-вот. А зачем им нужен этот секс, если, если вот тут ничего нет? Нет самого главного, соприкосновения душ. Да. Ты меня понимаешь? Да, конечно, понимаю. О, как ты чувствуешь мою одинокую душу? Нет. Сейчас должна начаться эта лабуда про целомудрия. Что ему от нее ничего не нужно, только общаться, общаться и общаться. И говорить, говорить, говорить. И ничего больше не надо. Ты знаешь, как я по этому соскучился. Какие у тебя глаза замечательные. Не, как два бездонных озера, это чересчур. Перебор. Ну, не знаю. Тогда, как две звезды на утреннем небе. Главное, что, когда он смотрит в эти глаза. Я обо всем с ними забываю. Вот так хочется взять и все забыть. Знаешь, как у Пушкина. Забыл бы всех мечтаний, трепет. Мечтой бы целый мир назвал, и все бы слушал этот лепет. А сейчас стихи. Евтушенко. Нет, Евтушенко вряд ли. Много он заучивать не станет, а всегда есть опасность на девушку с претензией нарваться. Что-нибудь универсальное. Пушкин, Ахматова, Пастернак. И что действует? А то, млеет барышня. А он? А ему удивительно, что вот так вот, совершенно случайно, встретились два абсолютно незнакомых человека. И сразу... И сразу почувствовали, какое это родство. Удивительно, правда? Угу. А ты секретаршей работаешь? Угу. Солидная фирма? Угу. Угу. А как начальство? Угу. Угу. А коллеги? Ну? Расскажи, расскажи. Мне же все-все интересно про тебя знать. Ну, например, есть там у вас Наташа, которая будет директором фирмы. А что это ты ей так заинтересовался? Ну, мне просто интересно знать обо всем, что тебя окружает. Угу. Когда меня будешь учить, диктофон принес, рючка принес, бумага, говори обидно, записывать буду. Да пошел ты! Это обидно? Да ты меня еще ничего не научил. Как не научил? Кулак научил. Стойко научил. Стой и все надо. Ногой бить надо научить. Стань стойко. Стань стойко. Как утил, стань. Ну, встал. Ну. Вот эта пятка назад. Ну, назад. Мабасагири. Вот так бой бить. Аккуратнее, а. Ты так. Как? Так бей. Бить? Меня сюда. Куда? Сюда бей. Я ж тебя нахрен снесу. Давай, давай. Ну, потом не жалуйся, ладно? Ай! Ты че? Что? Что? Твою мать! Что, что? Что, что? Цедила. Эх. Диктофон неси. Давай. Сейчас тебе так обидно будет. Говори. Давай, давай. Че ты тянишь-то? Привет, соседи. Примите в компанию? А че ж не взять? Садись. Руслан. Руслан. Григорий. Кирилл Генрихин. Руслан, очень приятно. В карты играешь? На тебя сдавать? Да нет, я так просто посижу. Знаете, редко вот так вот запросто-то вдается. Все дела, дела, да и охрана не позволяет. Какая охрана? Как какая? Моя. Ты че, из-под охраны сбежал, что ли? Можно и так сказать. Не из психушки, час. Ты юморист. Да нет, охрана, это моя служба безопасности. Я их дома оставил. Пусть ребята тоже отдохнут. А, ну правильно, да, конечно, конечно. Че там? Давай. Простите, а вы кем? То есть, чем вы занимаетесь? Бизнес и... Ну, не будем вдаваться в подробности. Ну, правильно, конечно. Хозяин-барин, да. А на что играем-то? Да так, на щелбаны. Ну, че, как пацаны-то? Вы бы хоть по сотенке на кон поставили. Мы тут недавно в Лондоне в казино пошли. Так нам Борька за один раз лимоном полтора в покер проиграл. Пардон, какой Борька? Как какой? А, Моисеев! Тут как раз в Кремль пригласили. Ну, там встреча с бизнесменами, все дела. Ну, я Вовке и говорю. Вы чего, мужики? Простите, какому Вовке? Да нет. Вовка, мой водитель. Ну, тот, что на Лексусе. Я его с Ауди на Лексус посадил. А на Ауди молодого поставил. Так вот, я ему... Слушайте, мужики, что-то я с вами разоткровенничался. Да ты уж... Чего же меня никому, лады? Да что? А что нам болтать-то, а? Ну? Ну, так... Да знаете, как бывает. О, конечно, знаю. Киллеров боишься. Да нет. Тут есть и похуже киллеров. Женщину я хочу найти хорошую. Ну, чтоб не на одну ночь, а по-настоящему. Я тоже такой хочу. В чем же проблема? Да как сказать. Нынче ведь бабы знаешь какие? Им только деньги подавай. Да, конечно. А я хочу, чтобы меня и надо было. Понятно. Да я тоже такой хочу. Вы знаете, как вот в голливудских фильмах свадьбы показывают? Нет. Ну, там еще священник говорит, уж очень мне нравятся эти слова. Вместе, в бедности и в богатстве, в горести и в радости, в счастье и в болезни. Понятно. Вот и я так же хочу, чтобы и в бедности я и был нужен. Ну, а богатство я уж ей обеспечу. Ну, конечно. Этого добра хватает. Конечно. Только где такую найдешь? Да вот говорят, искать надо. Ну, ладно. До вечера. Увидимся. Да, конечно. Пора мне. Пока. Пока. Георгиевич, как думаешь, заливает? Да, конечно, заливает. Хотя, вообще-то... Женщину, понимаешь, подавай. Гляди кое-то, понимаешь. У богатых свои причуды. А, ну да, конечно. Конечно. Шутки шутками, но от этого гада на самом деле можно всякой пакостью ждать. Возьмем и снем, а он раз и... Прирежет. Прирезать не прирежет, а вот пришить-то может. В смысле, пришить? Думаешь, на мокрух пойдет? Пришить, в смысле, пришить-то просто не нитками. Раз уж ему такая шляпионерская под хвост попала, то теперь держись. Да, кстати, насчет мокрухи. В пионерском лагере у нас над Спящим, над Духом, журчали водой, пока он не... Ужас. Ужас, да. Что ж нам, вообще не спать? Или, может быть, по очереди на шухере стоит? Ага, или к Николаевичу перебираться. Да не знаю я. Да, но бассейна он нам точно не простит. Знаешь, что это? Что? Это он готовится на Николаевича идти. На Николаевича? Без рогатиной? Кто хвой номер? На Николаевича, да. А вот мы с тобой пропали. Что делать? Пошли палки выломаем, на ночь под матрасы положим. Знаешь, может быть, в другом месте переночуем. В эту ночь Пятачок окончательно решил убежать из дома и стать матросом. Пошли. Извините, пожалуйста. Можно вас на минуточку? Да, пожалуйста. Нельзя. Пардон. Все понял. Ухожу. Удачи. Зачем ты так? Как? Грубо, Андрей. Между прочим, у него очень несчастная судьба. Да, и трудное детство. Он был брошен родителями. Его подобрала и воспитала, как собственного детеныша стада диких имиджмейкеров. Знаешь, вот ты смеешься, а у него действительно горе. Коварный злопохотели подсунули ему в бутике лосьон не той марки. Ну, почему ты такой злой, а? Откуда ты знаешь про его несчастную судьбу? Роза Львовна рассказала. А она откуда знает? Ну, как он ей сам рассказывал. Она, наверное, от него убегала, а он гонялся за ней, потом догнал, зажал в угол и рассказывал, рассказывал, рассказывал про его горе. Хватит. Ну, ладно. И что же с ним такого произошло? Представляешь, он был преуспевающим бизнесменом, все у него было хорошо. Он влюбился в женщину, женился, а она оказалась холодной, расчетливой стервой. Ушла к его лучшему другу и еще и бизнес оттяпала. Представляешь? Представляю. Ну вот, и теперь он... И теперь он не верит женщинам, сердце его разбито и только мечтает о том, что есть та, которая полюбит его душу, а не его кошелек. Смотрите в следующей серии. С тобой совершенно невозможно разговаривать. Между прочим, он еще хорошо держится. Я не знаю, как бы ты поступил на его месте. Что с тобой? Мне кажется, у меня галлюцинации. На тебя действуют все эти мексиканские сопли в сиропе. Андрей, ты циник и сног. Мне с тобой холодно. Опаньки. Ты знаешь, мне кажется, что смеяться на чужой боли, это как-то противно. Извини. Наташа. Апельсиновый сок. Ну как успехи? А? Нашел образ? А? Образ? А, образ, да, конечно. Ну и как, удачно? Вполне. То есть, сработало? Разумеется. Молодчик. Скажи, а ты что, к каждой бабе под новым соусом подъезжаешь, что ли? Ну, не к каждой, конечно. Если к каждой по-новому подкатывать, никакой фантазии не хватит. Есть несколько, так сказать, стандартно-типовых проектов. Заучил и применяй. С учетом, конечно, индивидуальных особенностей. И какие они, вот эти вот твои стандартные проекты? Да все очень просто. Женщине что нужно? Деньги. Равновесие. Чтобы в жизни баланс был. Жизнь ведь она какая штука. Человека всегда куда-нибудь перекособочит. Ну вот и смотри, куда женщину жизнь перекосила. И тяни ее в обратную сторону. Одинокой ей тепла хочется, а замужней пофлиртовать немного. Ну если она начальница, ей от проблем отдохнуть, а замухрышки наоборот. В общем, иди от противного. А как узнать, куда ее перекосила, если она не знакома тебе? Ну, вообще, хороший вопрос. А для этого нужно собирать информацию об объекте. И чем больше, тем лучше. Ну и не забывать, конечно, о собственной рекламе в глазах объекта. Как? Через ее подружек? Железное правило. Информацию собираешь через женщин, а распространяешь через мужчин. М-м-м, наука. Ну, а ты думал? Слушай, а вот если твоя собственная жена, информации про нее у меня завались, я сам перед ней пропиарен по полной программе, а равновесие, кирдык, куда мне ее перекособочить, чтобы баланс был? А дети есть? Да все есть. Деньги есть, дети есть, успех есть, власть есть. Все есть. А равновесие, кирдык? Значит, говоришь, все есть. Абсолютно. А ты побей ее. Как? Если муж бьет, это простая бабская горесть. А где простая бабская горесть, там и простое бабское счастье. Ну, сам знаешь, как говорят. Бьет, значит, любит. Попробуй. А не получится? Ну, не получится. Будешь искать другой образ. Другого образа не будет. Почему? Потому что тот, мой образ, навеки останется в светлой памяти родных и близких. Ничего, Кась. И все-таки сомнительно. Слишком их много. Как это называется? Секьюрити, Кремль, Бориска из Лондона. Понтов. Вот именно. Не знаю, не знаю. А с другой стороны, как сейчас жить без понтов? Без понтова. А то ж. А я его сразу заобожала. Такой галантный мужчина рожу мне подарил. Если он про себя не врет, он должен тебе колумбуарий подарить. И плюс еще бриллиантовое колье в придачу. Можно? Не помешаю? Добрый день, Андрюш. Заходи. Что ж теперь? Если человек богатый, он не может женщине простую розу подарить. Женщине, кстати, было очень приятно. От вас-то не дождешься. Это вы про кого? Да про Руслана, который вчера заехал. А-а-а. Такой обаятельный мужчина. Горемыка парфюмный. Всеобщий хахаль. На слезе. Да что же вы такое говорите, Андрюш? Почему же он всеобщий? В данный момент нет. В данный момент он хахаль индивидуальный. Леночки. Леночки? Нашей Леночки? Нашей Леночки. А что вы на меня смотрите? Закадрили нашу секретаршу. Срубил ваш Русланчик нашу Леночку под самый корешочек. Сейчас, наверное, сидит и в жилетку рыдает. Вот под фартину девки, а! Извините, пожалуйста, это снова я. Здравствуйте. Я вот к вам подходил недавно, но ваш молодой человек... Ну что вы, это совсем не мой молодой человек, это просто коллега. Вас ведь Наташа зовут? Да, Наташа, а вас Руслан. А откуда вы знаете? А, ну мне про вас Роза Львовна рассказала. Она тоже мне про вас много рассказывала. Роза замечательная женщина, такая отзывчивая. А что она вам про меня говорила? Да, ну что вы, воспитанный, интеллигент, ну в общем вы ей понравились. Она тоже мне очень понравилась. А больше она ничего про меня не говорила? Да нет, почти ничего. А что? Да нет, знаете, просто я здесь всего один день, а обо мне уже поползли какие-то дурацкие слухи. Вот у меня всегда так. Ну я, наверное, сам виноват. Разболтаю первому встречному все про себя, а он потом наврет с три короба, расскажет всем. Зачем же раскрываться незнакомому человеку? А я вот не люблю, знаете, всей этой вот ложной таинственности. Иногда хочется, ну, просто чистой сердечности. Даже, может быть, простодушия. У нас и так все такие сложные, закрытые, огрызаются. Да, или наоборот, все высмеивают. Вот-вот, видите, вам это тоже знакомо. А хочется простых человеческих отношений. Ну, знаете, чтобы так, от сердца к сердцу. А то у всех на уме только деньги. Да, конечно. Вы что-то хотели? Да, можно вас на минуточку? Ну, если только на минутку. Спасибо. Вы знаете, Роза Львовна мне рассказала, чем занимается ваша фирма. Вы что, хотите двери заказать? Да нет, куда мне. Я простой служащий, а вот один мой знакомый, он как раз собирается в строительный бизнес. Ну, и я подумал, что, может быть, я мог бы... Извините, пожалуйста. Ну, я опять о работе. Ну, совсем не умею отдыхать. Вам, видимо, это тоже знакомо. Да, пожалуй. Вот, может быть, и вы мне поможете переключиться. Ну, мы, может быть, погуляем немножко. Ну, если только немножко. Договорились. Хорошо. Ой. Леночка, я так счастлива за тебя, так счастлива! Роза Львовна! Молчи! Я старшая, я лучше тебя жизнь знаю. Дай мне порадоваться. Ну, ладно, радуйтесь. Ты только вот что, ты ему про деньги ничего не говори. Даже не заикайся. Дело видно, что ничего не знаешь. А что я не знаю? Что он состоятельный человек. Да? Да. Ой. Да. Можно? Заходите, Олег Андреевич. Да. Леночка, тут, тут какое дело. Кирилл Генрихович мне сказал, что ты замуж выходишь. Ой. Да подождите, еще никто ничего официально не заявлял. Сглазите. Да. Да. Леночка, а правда ли, трясать, голубчик. А правда ли, что жених твой, то есть твой молодой человек, в Кремль вхож? Да подожди ты. Вот Кирилл Генрихович сказал. Кирилл Генрихович зря говорить не будет. Да уж. Леночка, милая, у нас сейчас в фирме образовались кое-какие проблемы. Ромы, как ты думаешь, твой друг мог бы попробовать, так сказать... Да я думаю, можно, Олег Андреевич. Помогу всем, чем смогу. Моя ты хорошая. Да я, да я тебе поцелую. Тише, тише, осторожно с поцелуями. Что такое? Леночка теперь девушка несвободная. Да-да, простите. А, Генрихович, а что если нам взять да выписать Леночке премию? Можно. А что там премию? А давайте и возьмем, и повысим Леночке зарплату. Скажем так, баксов на две двадцать. На двадцать можно, а зачем? Леночке теперь эти двадцать баксов что, на шпильки? Ничего-ничего, шпильки тоже вещь нужная. Ничего-ничего. Молодец. Олег Андреевич, я согласна. Ну, расскажи мне, дорогая моя, какой он? Он такой замечательный, такой замечательный. Леночке исключительно повезло. Я ей от всего женского сердца завидую. Счастья тебе, доченька. Да я тебя поцелую. Убери по-отцовски. Леночка, будьте на Канарах или в Майами. Нас не забудьте. Я всех возьму. А в Майами будем тимбилдингом заниматься. Ну, а что она? А что она? Она сказала, что я ее больше не интересую. А вы что? Зато хоть зарплату повысили. Дайте выпить. С удовольствием. Можно? Наташа там, между прочим, с Русланом гуляет. Тот он про нее спрашивал. Леночка, а зачем ты мне это рассказываешь? А, ну да, ты ж с ним. Леночка, а можете объяснить мне, чем этот расфотворенный пошляк всем вам так приглянулся? Он так говорил, прям как в кино. Как в кино. А с тобой он, видимо, короткометражку снимал. Глупости не говорите. Хочешь умностей? Пожалуйста. Все люди, Леночка, как в кино. Есть люди комедии, а есть люди трагедии. Бывают люди короткометражки, а бывают блокбастеры. И если ты человек экшен, вокруг тебя сплошные погони, стрельба. А если человек детектив, сплошные интриги и интриганы. Вот. Каждый живет в своем жанре. И каждому воздастся по жанру его. А я не знаю. Но каждый хочет быть фильмом Тарковского. Потому что никто тебя не понимает. И каждый ищет своего зрителя. своего единственного зрителя. И когда он находит такое, выходит к ней в широкий прокат, а оказывается, что она... Переключила канал. Да. А оказывается, ей нравятся мексиканские сериалы. А я люблю мексиканские сериалы. А это заметно. Да, потому что, когда вкалываешь целый день, голова такая. Тут как-то не до Тарковского. И вообще нечего Тарковским бедную женщину напрягать. Можно иногда и мексиканские сериалы показать. Да. Женщины любят мелодраму. Стихи на скамейке, поцелуи под луной. Да, между прочим, да. Спасибо, Леночка. Пойду попробую. Мену. Дима! Когда это в антамп-то подался? Дима! Сейчас, сейчас. Светлана Анатольевна, с приездом. Спасибо. А я тут вот... Я поняла, а как дела у вас? Да вроде ничего. Вы, кстати, вчера утром из больницы выписались. Да? Какая прелесть. Меня никто там навести там не собирался? Нет, не собирался навести? В смысле? Вот народ, коллеги называются. Человек загибается за границей, в больнице лежит. А никто даже минералочки не принесёт. Шуток. Ну как там наша встреча? Всё хорошо, Ван Дамчик-то мой дорогой. Всё срослось, всё замечательно. Получилось, да? Да, получилось. Акция у меня, так что можешь расслабиться и выдохнуть. А когда будем отмечать? Завтра, завтра. Всё завтра. Сегодня душ, постель, освежающий сон без сновидений здоровый. Ну и ты тоже переставай. Вот уже друг, да, нужно каким-то заниматься. Ты же состоятельный человек, надо пузико отращивать. Прекрасно. Ручки, Ручки! Слушай, давай, конец урокам. Баста, Алис, ну всё. Как? А как обидные слова? Да пошёл ты! Куда? Куда, да? Я тебе сейчас скажу. На нас одних с тобой с печалью, глядят бревенчатые стены, мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно, мы сядем час и встанем в третьем, я с книгою, ты с вышиванием, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Ну что, тузики? Где ваш барбос, а? Нету? Я сегодня ночью хотел вам тёму строить. Как всё удачно складывается. Ты будешь первым! Жмёт обзар, скотёнку! Простите, пожалуйста, у вас не найдётся иголки с ниткой? Тебе нужна иголка с ниткой? Ну да, понимаете, у меня тут небольшая авария приключилась, мне очень неловко вас спросить, ну войдите в моё положение. Пробую. Ну не могу же я вот так через холл идти. Ну пожалуйста, два стишка, пожалуйста. Ну заходи. Поворачивайся. Ну зачем же так сразу, я сам? Поворачивайся, говорю. Понял. Руки убери. Не крутись, уколю. А спасибо, где? Города машины будни, ничего не позабуду. Унесли печаль отсюда, далеко-далёко. По мотивам старой книжки, новый сон и сон давнишний. Дым и порох – это слишком, если одиноко. Переживали без повода, и улетали из города. От дыма и пороха кружилась голова. Проказы хмеля и солода, и мы летали над городом. Мы улетали из города на островах. То ли было, то ли снилось, то ли в море растворилось. Я и в горе растворялась, и ворила в облаках. Кто-то ждёт, а кто-то любит. То ли было, то ли будет. Победителей не судят, носят на руках. Опа! Опа! Золотые бриллианты? Дай сюда. Твоя? Дай сюда. Чья? А ну, колись, чья? Не знаю. Не знаю, это он. Дамочка, небось, была. О, смотри-ка, и шапанская разлита. Вот тут с утра блюда, пахнет. Никого тут не было. Ты что, с ума сошел? Я только проснулся. Да что, тебя во сне износил? Может, это Марина оставила? Да нет, Марина на всяком пасмассе ходит. Это похоже на настоящее. Серебро, что ли? Извините. Э-э-э, надо дать себе стоять. Подожди у нас, Чапай, что случилось? Олег Андреевич, нас грабят. Как грабят? Андрей, который к нам курьером устроился, вовсе не тот, за кого себя выдает. Андрей? Он хэдхантер, охотник за головами. То есть маньяк, что ли? Да нет, это люди такие, которые специально в фирме устраиваются. Ну, там курьеры или дворники, а сами специалисты переманивают. Да ладно, брось ты мне. Да точно вам говорю, он мне только что работу предлагал. В 9 тысяч долларов. Сколько?